Итак, привет, ребят! Стартовала предзагрузка клиента Торисленда. Его можно скачать на Windows, из App Store, из Google Play и просто напрямую можно загрузить через АПК. Я установил на Винде и могу сказать, что сохранилась проблема с двойной установкой клиента. Это когда вы запускаете загрузчик, указываете ему папку, куда установить, он создает просто по тому пути папку Торисленда и закрывается. После этого просто запускайте его еще раз, указываете ту же самую папку и он устанавливает уже полноценный загрузчик игры. Есть другая проблема. Огромная проблема с серваками. Сервер выбрать нельзя. Сервер полностью привязан к вашей учетной записи Level Infinite. И сейчас мы об этом немножко подробнее поговорим, потому что в этом огромная проблема. У тех, кто играл на первом ЗБТ, скорее всего, ваши учетки привязаны к Великобритании. И я вам настоятельно рекомендую сменить их на Россию для того, чтобы играть на регионе Eastern Europe. Вам нужно играть на этом регионе, потому что, во-первых, пинг я уже посмотрел. У меня здесь пинганулось на 60. В различных социалочках писали, что у кого-то пинг 55, у кого-то 45. В общем, пинг должен быть, по идее, хорошим. Но сейчас у меня не пингуются. Я в целом из Донецкой области. У меня многие серваки без VPN пингуются очень-очень плохо. Так вот, во-первых, это пинг. Во-вторых, это то, что, а вдруг нам все-таки дадут возможность пополнять счет напрямую с карт МИР. Такая вероятность все еще остается. Так что это одна из причин. В-третьих, это то, что все ивенты, которые для нашего региона так или иначе будут привязаны к региону Россия. Это еще не точно, но это вполне вероятно. И то, что это косвенно подтверждает, это то, что вот буквально несколько минут назад в серваке Чиха, в самом крупном дискорде по Тарисленду, вышла новость о том, что все гильдии, которые зарегистрированы по гильдии Венту, вот который проходил с предрегистрацией, они так или иначе привязаны к региону Истерн Европ. Так что, если вы уже выбрали, что вы хотите присоединиться к какому-то из этих крупных сообществ, то они так или иначе уже точно пойдут на Истерн Европ. И вам необходимо тоже сменить регион на ЕЕ. Как это сделать? В игре нажимаете на вот эту кнопку, кнопка связи с техподдержкой. Конечно же, она в 15 раз, с первого раза не загрузится. В общем, здесь загружается страница с новостью. Да, вот она у меня загрузилась. И здесь кнопка поддержка. Нажимаете на нее, создаете тикет. Ну, теперь это не загрузится. В общем, создаете тикет, ничего здесь сложного. Пишите, что «Ря, ребят, я хочу сменить регион, я живу в Российской Федерации». Так и так, пятое-десятое. Кроме этого, кроме этого, есть имейл support.sobakatarisland.tarisglobal.com Написано, что можно написать и на него. Якобы это тоже саппорт. Сделайте лучше и то, и то, потому что меняют учетные записи вручную, и вам необходимо, чтобы их сменили до завтра, потому что, скорее всего, персонажи, которые зарегистрированы там на Европе, на Америке и так далее, они не перенесутся на Eastern Europe, и вам придется начинать заранее. Поэтому сделайте это, позаботьтесь об этом с самого утра. Я понимаю, что сейчас многие на работе, кто-то отъехал по делам, кто-то просто не может сидеть за компом. Я, если смогу найти, то я оставлю адрес техподдержки в описании под роликом и в закрепленном комментарии. Зайдете, просто создадите тикет, сделайте это как можно раньше, как только посмотрите ролик. Так что не забудьте за информирование поставить лайк и подписаться на канал. Так, что еще из интересного? У нас вышла, кроме этого, новость. Вышла новость, в которой сказали, в очередной раз подтвердили время запуска серваков, в очередной раз показали ссылки, показали, какие системные требования. Если что, можете заскринить, посмотреть. Сказали немного про контент, про классы ничего интересного, 9 классов, все, 3, про мы и так знаем. 5 подземелий, 8 рейдовых боссов на 10 игроков, ПВЕ режим, мистическое царство, мировой залы, вторжение тьмы. Поскольку игра ориентирована на участие в рейдах, в каждом предусмотрены различные уровни сложности, но это для мобилок. Помимо этого, во время официального запуска в игре появится ПВП режим арена, система профессии рыбалка, возможности исследовать мир и посещать парки развлечений. Из интересного я могу для себя вычленить то, что написали сразу, что игра ориентирована на участие в рейдах, а ПВП режим арену поставили в один абзац с возможностью исследовать мир и посещать парки развлечений. Так что игра это полностью ПВЕ игра, ПВП режим здесь просто надстройка, чтобы было. По поводу создания персонажа написали, что вам недостаточно, чтобы вы просто создали персонажа, чтобы он у вас сохранился. Вам необходимо пройти начальную обучалку с драконом. Вам ее не обязательно проходить, вам можно ее скипнуть. В ролике о советах по запуску, по старту Тарисленда я говорил, что вот здесь есть кнопочка, на которую нажимаете и скипаете обучалку. Не знаю, будет ли она актуальна на самом первом персонаже. Возможно, этой кнопочки не будет, но если будет, нажимайте сразу. Настоятельно рекомендую посмотреть ролик, ссылка в описании и всплывает по Наташке. Кроме этого, есть некоторые вопросы по размеру клиента, там 5-е, 10-е. В общем, я просто оставлю ссылку на новость, если что, вы там сами почитаете. Здесь есть некоторые ответы на вопросы и по iOS-версии, и по проблемам с запуска с вашего региона. Единственное, что какую проблему я у себя лично нашел, это то, что как бы я не пытался запустить игру через вот этот лаунчер, у меня не хотела она логиниться, вообще ни в какую не логинилась. И что я тогда сделал? Я тогда запустил игру через, напрямую через, вот где я устанавливал, напрямую через вот этот экзешник, залогинился здесь, вот с этой кнопочкой, залогинился здесь через Level Infinite аккаунт, именно с кодом на почту, не через пароль. Через пароль тоже не логинилась. И только после этого у меня вошло в мою учетную запись. Так что имейте в виду, возможно, у вас будут какие-то похожие проблемы. В общем-то, на этом уже точно все, что я хотел сказать. Не забудьте поставить лайк, подписаться, с колокольчиком, все как обычно. С вами был Колд, пока.